Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Сидмэйр Стивилизейшн 6 Газерин Сторм. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии. Все-таки всегда лучше смотреть сначала. Ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Сколоти, купи армаду, корабли, приплыви камни и захвати меня. Я хотел. Ну, шить и помешало. Нефть вся у Рима, надо было Терем захватывать. Да, ну, да, все есть. Надо было согласен. Либо надо было сразу Норвега забирать. Слушай, Египет, ты через 49 ходов победишь. Да, жестко. Если я забрал бы Норвега, ты бы мне очень сильно помог. Ну, я иду по силам в сторону Норвега. Буду сейчас флот покупать там. Но это долго. Кажется, игра быстрее закончится. Нормально. Ну, да, может такое быть. Принтересно. Спасибо. Так, а магнус здесь сидит? Здесь. Ну так, прибежим к нему. ОСУДИТЬ ЕРЕТИКА! Боже, сколько апостолов следующим ходом помрет? Харе, карраген, харе! Блин, прям вот, знаете, вот такое вот реальное ощущение такого вот возбуждения, кто реально победит культурой, религией или наукой? Да не, уже всё. Нет, вот я думаю, что Ашан вот тык, наверное, уже всё, да. А вот карраген религии вполне может победить. Ну не, там, знаешь, когда тебя палят чужие игроки, играющие на чужую победу, там уже... Кто, кто палит? Ну, когда он начал говорить, где мои эти находятся. Он там поставил своих фото. Слушай, у меня там, у меня там истребитель. Я вижу твоих апостолов ещё за пять лет до моей границы. Справа от моей... Так они стояли же. Так они стояли же. Так они стояли там, где эсминец. Ты его там не видел. Ты их там не видел, где эсминец стоял. Эсминец? Какой эсминец? Ну, у тебя там эсминец стоит. Там вот были мои, как бы, эти... А там стоял его... Где этот, как, фото водец. Он увидел проплывающих моих двух апостолов, которые там по верху прошли и задели его. Ну, ты заметил. Хорошо, давай ради интереса я сейчас не буду убивать твоих апостолов. Мне просто интересно посмотреть, хватит ли тебе твоих апостолов, победитель религии. Я их сейчас не буду убивать. Мне кажется, ты всё равно не успеешь. У меня уже открыто просто всё. Я не успел тогда, когда у нас дружба с тобой была. Ты просто очень быстро Канаду забирал, и я не успевал вообще тебя там. Хоть я, конечно, кидал. Там по одному, по два этих... Как я... Ну, это распространение... Не успел я на тот момент. Ой, мне кажется, целый вылетел. Ты... Это тот ход, на который я вылетел, да? Ну, вроде да. Мы ничего не грузили. Так, значит, я не убиваю пророков кхмеров, так? Ну, посмотрим. А можно как-то интересно повлиять на то, чтобы в выборе была возможность увеличить в три раза силу? Какие у вас тоже? Какие у вас тоже? А, ну, Ереван, да нет у нас на карте. Какую силу увеличить? Прокачки область? Да, прокачки область. Ну, нет, так есть такая прокачка, что, типа, ты в три раза больше распространяешь религию в странах других... В других странах есть такая прокачка. Да. Ну, вот она рандомно появляется. Ну, конечно, рандомно. Нет, так есть такая... Такое чудо. Чудо, после которого ты можешь выбирать. Это не чудо, город государств Ереват. А, Ереван. Да, точно, Ереван. У нас только Ереван. У нас только Иерусалим. Да, да. Корген, а у тебя Мокша был? Прокачки? Да, он стоит и... На две. Да. Да. Естественно, я оттуда и покупаю все. Почему я постлов тут не так много? Я бы, конечно, наспамил бы их со всех грабов, но я только с одного. Ну, вообще, выгоднее всего постлов покупать в третьем золотом веке через сход Евангелистов. Нет, нет. Кстати, Ереван, мне кажется, что лучше бы тебе было просто покупать везде. То есть ты покупаешь только там, где Мокша? Ну, да, но они мне и так уже по 700 стоят. Это больше, чем я вход имею в Веру. Ну, покупаю я там, где Мокша всегда. Да. То есть ему надо обратить... Читай проекты на Веру. Вот во всех, во всех Читаев. Ну, как, ну, не во всех, но в половине городов у меня на Веру читается. Раз, два, три, четыре. Четыре города, да, читают на Веру. Еще и Сергей Королева забрал. А ты там, где Вавилон, видно у моих апостолов? Ты меня спрашиваешь? Да. Ну, да. Они мимо этих вавров через тунтру там. Да, я вижу. Ну, вот. И я и справа вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть апостолов. И слева двух. Пока. Ну, посмотрим, как получится Кхмеру победить в лиге или нет. Я думаю, что Египет уже культурой без вариантов. Нет, не может. Пока я ремонтирую тут. Ну, вообще, чтобы замедлить Корею, достаточно Кернджу захватить. Потому что останавливается даже счет движения экспедиции межпланетной, если столица потеряна. Нет, я на самом... Ну, она останавливается, но у меня межпланетная экспедиция еще не отправлена, во-первых. Да. А во-вторых, достаточно просто в любом другом космопорте отправить ускорение, и оно продолжится. Продолжается, да? Угу. Если бы я только в Кэнджу был космопорт, это бы помогло. Так, понятно, что да, есть хорошее улучшение. Так, значит, я не трогаю апостолов Камеров. Я не могу сказать никакую армию. Нет, варвары, что вы делаете? Схолочные. Что там авианосцы, бомберы... Алюминий. У меня нет... На бомберах... Алюминий. Ну, у меня только сухо. Чуть-чуть. В смысле, у тебя 40 алюминий? Ну, где делать? А там же содержать еще. Блин, я уже все открыл. Алюминия? А, конечно. Нету. У тебя есть алюминий, ты мой город захватил. У меня всего 4 алюминия. В BRK 2 алюминия. Ну вот, я вот только что сыграл, было 17 тысяч. Стало 22. Ёпп. Охренеть. Ну, господи, как будто в первый раз. Я об этом 4 партии уже говорю, что локеры по качеству на золото. Слушай, люкс, что ты пришел в лобби нубов, иди к своим этим вот. Да нет, просто я говорю, блин, и Ашену, и Карагену, потому что ты берешь, я потому что рассказывал, когда мы с тобой тогда воевали, ты еще удивлялся, откуда у меня роботы эти, говорил, что я в концерты играю. Ну так он сейчас сыграл, у него плюс 5 тысяч. То есть это вот реально такое плюс 5 тысяч? Да, да, там. Охренеть. Да, я сам в шоке. Это означает, что он получил 20 тысяч туризмов. Нет, 13. Ну там, короче, в концерте по 25 тысяч играется, и соответственно от него не помню сколько. 25 тысяч туризма? Нет, там прокачка 25 процентов золота или 50? 25 процентов золота. 25 процентов золота. В концерте 25 тысяч соответственно 5 тысяч. Я не трогаю, но надо запомнить, что я не трогаю мерзких этих апостолов. Я все равно не думаю, что это ему поможет победить. 25 тысяч туризма это 12 туристов или 14 даже, 14 туристов. Куда у меня гуру? С концерта. Хрен знает. Кстати, где находится Корея. Это вообще обузданная эта тема, если честно, если вот научиться этим пользоваться, я буду. Ну в каком смысле обузданная? И что? Хорошо, куда тебе эти деньги девать? Да вот на армию тоже. Ну давай, приходи, захвати кого-нибудь. Блин, ну сейчас уже поздно. Ну вот именно. То есть какая же это обузданная тема? То есть ты получаешь эти деньги, отставая охрененно по науке. Где ж это обузданная? Да, но я мог использовать их 50 ходов назад. Забрать рим и не отставать по науке. Ну я не согласен, это не обузданная тема. Она наоборот тебе позволяет как раз таки держаться на уровне. Потому что ты все ресурсы в первую, в первую культуру. А это у тебя такой раз приходит в виде бабла или халявного. Но это точно надо, чтобы рокер выжил. Чтобы он покачался до третьего, до четвертого. И это при условии, что тебе будут давать играть рокерами. Ну как показывает практика, всегда где-то есть. Ну как показывает практика, у тебя всегда какой-то сигнал не должен быть. Сувеника играть, ну такой сигнал. Не знаю, у меня не было парки шпицы. Давайте мы вавилон заберем. Сироп, вот, чуть-чуть в сторону. Синал, да. Тем более, если вы вдвоем идете нормально, рядышком мы сидите все равно, и везде можно тебя посмотреть, ну и давай пытайся на свою культуру. У меня свой план, что я тебе не мешаю, не мешаешь мне, все, поехали. Ну, так и получилось. Он видел, что я иду в апостолов. Где мои... Ну, не знаю, я вот сейчас посмотрел, где мы с ним и украген. Я вот сейчас в перерыве посмотрел, там, пара на твою островую. Ну, я что-то не верю, что ты раньше вешел в игре. Что-то мне так не кажется. Это при том, что я ему сейчас не мешаю. Ну, да. Ты не мешаешь, ну просто из моего. Он сейчас открывал там линзу. Ну, сам посмотри свою империю, какая там религия преобладает. Я вижу, я вижу. Я вот именно, что я не верю, что он может победить, даже если я ему не буду мешать. Да нет, ну, потому что, блин, они все дают по 250. Ну, если бы они давали бы там по 600. А покажи еще раз религию, что ты четвертое взял. И четвертое не брал, кстати. Почему ты не брал четвертое? Чем укрепление религии, тем, насколько я понимаю, тем она лучше распространяется сильнее. Ну, я не знаю, я просто не нашел, что взять. Все бесполезно. Ну, бери что-нибудь просто, чтобы она у тебя была фулл укрепленная. Ну, сейчас давай попробую взять. Ну, тут у меня один диплом. У тебя как бы это один апостол всего? Ну, да, я вот сейчас вот здесь вот его. Вот на самом деле даже вот те на корее, что мешает сейчас купить рокеров и то же самое просто делать, вот просто ради денег. Ничего. В этом-то вся и прелесть рокеров. Ну, да. У меня до сих пор полыхает жопа от того, как мне чувак, который вообще не вкладывался в культуру, победил там четырьмя рокерами культурой в дуэльке. Ну, четырьмя рокерами в дуэльке, наверное, вполне возможно. Ну, ему просто фортануло, а они не умерли. То есть, как бы, у меня тоже было где-то на три-четыре рокера. То есть, у меня веры было мало, но у меня был пассивный туризм. И я в дуэльку уже начал пассивным туризмом выигрывать без рокеров. Да, блин, фераксис не умеет в эти проценты. То есть, если у фераксис написано 80%, значит, у тебя рокер умрет. Если у тебя написано, что он там проведет концерт. Что? У нас, похоже, опять без стайвера. Нет, нет, мы закончили. Мне реально интересно, какая формула у фераксис стоит на все вот эти их вероятности. Потому что 80% там или 85% Блин, у меня опять крашилось цело. Война, который будет захватывать, соответственно, ближний бой какой-нибудь. Можно морской, можно землю. Ну и просто куча бомберов. Можно еще остановить. Ахмер захватил тремся? Да. Ничего себе. Да я как бы тут это... Ну, пытаюсь нарвек собрать. Болгарство случилось вовремя. Гарим, сколько у тебя есть алюминия вход? Какой-то религиозный фашист. Пять. Сколько? Пять. Ну, значит, ты пять самолетов можешь содержать. Соответственно, вот купи три бомбера, два истребителя. Или два бомбера, три истребителя. Наверное, даже... в современных бомбера. Жаль. Не понял. Не, конечно, они. В принципе, троху будущего-то. Ну вот, что еще ты можешь делать? Тамашку пить посила. Где-то колония на Марсе. Там, вот здесь островок ниже нам надо. Четыре. Оттуда еще. Ну ладно, пускай там. Пускай. Пускай. У тебя у тебя, в принципе, диск. Хмер, а ты можешь этого торговца выкупить? Чего же так в сфере могу. А, чтобы токажи. Блин, да, да. Не, нормально, все равно нормально, хорошо выкупил. меня там 100 туристов уже или только забрала лишь что что ты только забрал предыдущего торговца нет я зашел посмотреть что там судя тоже 1900 да я не успел взять вот этого следующего вот смотрите сколько у меня сейчас денег присыпь так никого не смущает что египет взял за этого торговца на плюс 25 процентов туризма а сколько египта 300 вход скорее отводит глаза с там там уже почти улетел куда я даже я даже еще ничего не сделал и не надо это я думал ты даже ускорение уже открыл меня долбанный компьютер а пул самолет или не норвегий осталось пять ходов я думаю через пять ходов она меня ядерки кинет все за пять ходов не улечу у меня нет урана если что ли может не бояться там юнитов терять я а у норвегии есть по 5 тысяч в день зарабатывать у меня карточку установлены в мире вообще на карте четыре штуки вот у норвегии но я имею ввиду есть на ухо размер хомера воде которому который нибудь не кидать но у рима и еще не это у кхмера и у норвегии его уже копить фига короче короче я думаю через пять ходов норвежец будет меня кидать уран прям мне в лицо уран кидать и и и и и и и и сша у тебя кампус брунгизи можешь там купить университет чехол занять и дам денег денег не хватило для библиотеку университет денег не хватит и не дайте родным ходом смысл можно все сейчас там поиграем и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да ну ё-моё Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сом들аты которые кружатся? Они неaign now Которые патрулируют Ну их можно открывать это они типа боевой готовности по не отвечать было если с воздуха и бить русские вопросы как вы нам чего повоевал объявить внезапную войну нажимаешь на лидера и там предпоследний по-моему снизу нет объявить внезапную войну это не повод для войны и если ты хочешь объявить войну мне ну там написано у вас недостаточно плиты подожди ты корей хочешь войну объявить ты в союзе скорее вот-вот кого ты дашь мои инвестиции были очень уместными иди норвега забирай тогда блин ну да про там всего 6 ходов вот 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 Продолжение следует... 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 По идее, тебе надо идти вместе с этими, которые другую религию убивают. Я забуду, что это называется. Своими инквизиторами. Да. Своими инквизиторами, типа, убиваешь сначала по религии. Инквизиторы не действуют на чужой территории. Ну, там надо искать апостолов, наверное, с прокачкой на чужую игра, да? На чужие религии. Ну, вот у меня было сколько? 20 апостолов. У меня из этих 20 только 2 было. Которые один дал на то, что в 3 раза больше, а второй дал на 75% увеличение. А всех остальных какая-то фигня, типа, там, может этих союзных варваров поднять под свои знамена. Либо лечить может. А чего у тебя ядерок нету, что-нибудь больше? У меня? У меня 4 ядерки было, и всё. Там новые строятся. Небольшой ребра. Так, смысл. Что он не улетел, он уже еще не запущен. Ну, я вот, как-то, что не дойдут оттуда. Римма, у тебя есть ядерки? Рим. А, нет. У Римма даже урана нет. Нет, тоже. Есть, наверное, затоплено. Затоплено урана нельзя обработать. Это вам и нефть. Если ему снести от треугольных городов Конжу, Санжу и Конжу, то... Ну, там три ядерки надо. Ну, смысле, не для победы, а для того, чтобы просто... Так, там... ...стоит для кучи сырка. Да, нет, ничего там не стоит. Подведет. Нет, а шпионы. Так, ломай. Ломай. В смысле, не выгорело, ломайся. Я сломал космопорт. Однажды. Я тоже ломал. Вот вы, ломастеры. Кто умер? Нет, это ракета именно была. Не, ну это понятно, просто... Да я не могу ходить. Ой. Не, ну если линкор... ...черкак. Я пойду. Да, я лучше. Разб werk. Продолжение следует... Продолжение следует... Сбил надшет с моих две штуки. Слушайте, а ядерку нельзя покупать? Нет. А почему мне не показывал, что я сбил ядерку? Ну не знаю, там ты мне самолет там подпортил. Не, я прямо это видел. Там улетел самолет и ядерку эту сбил. Значит, зенитки сбивают ядерки. Так они сбивают самолет, который кидает ядерку. Да, вот я тоже видел. А, ты самолетом? Я думал, ты ракету кидал. Не, я самолетом кидал. Че, карагин дашь мне урон? А, тебе, да, да. А, тебе, да. А, тебе, да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...